У нас замечательная тема, вообще, наверное, темы библейские, вообще, христовые темы, они все замечательные, правда? Главное, чтобы Господь в этом находился, правда? Потому что, я думаю, что Царствие Божие, во-первых, оно все зиждется на откровение, потому что невозможно, это вот откровение свыше приходит. Ну, как человеку, да, прекрасно, ноги благовествующих, благое, но если Бог не даст благодати, правда? Вот написано, кого Бог приготовил к вечной жизни, вот это есть что-то особое, правда? Где-то Бог вот видит, и я думаю, что с каждой душой, конечно же, происходит работа, потому что Бог не хочет погибели вообще ни одному человеку, и это истина. Поэтому, и не просто он не хочет ни одному человеку погибели, а еще что-то чудесное и прекрасное он, по крайней мере, ну, вот так предопределил, задумал и создал, как церковь. Потому что сам Господь сказал, я создам церковь мою. Помните, мы, по-моему, до этого как-то с вами говорили, никто не может назвать церковью своей, как только Господь. Конечно, ну, это наше, правда? С другой стороны, когда мы приходим, я как-то вам пример приводил, мне очень интересно, понравилось, как одна сестричка, она бывала в другом городе с вашего собрания, с вашей общины. И вот когда она приехала, удивительно сказала, она сказала, в гостях хорошо, но дома, вот дома лучше. Вот, и мы ощущаем, и все-таки это не только мы как бы соглашаемся со словами, во-первых, нашего Христа и Господа, что я создам церковь мою. С другой стороны, мы также ощущаем, что это не только Христова, это и наша церковь, правда? Но, знаете, вот, как-то я также буду делиться некоторыми, вот как Дмитрий сегодня интересный, он там приводил примеры какие-то, и я думаю, что вот от опытности тоже какие-то примеры могут происходить. Вообще Иисус, Он любил вообще рассказывать различные притчи, любил, вот это Его голос. И я вспомнил, как один пастор, он сказал, ты знаешь, вот, говорит, когда я только начал служить, говорит, 10 лет назад, ну, когда, а им сейчас уже за 20 лет уже, ну, где-то, я не знаю, сейчас в церкви примерно, они примерно по 20, по 25 лет, как начали. Кто-то чуть побольше, кто-то чуть попозже, ну, где-то вот почти одинаково в таких вот категориях, годах этих. И он говорит, когда 10 лет, я, говорит, прослужил, читая Священное Писание, для меня было все очень просто. Вот это черное, это белое. И он интересную фразу потом сказал. Говорит, сегодня я 20 лет, ну, это несколько лет назад было, да? И говорит, для меня сегодня то, что было как-то настолько ярко и четко, я сегодня как будто вообще ничего не знаю, что должен знать. Вот бывает для вас, и вот с нами, правда? Конечно, церковь, она базируется на откровениях. И я с этим согласен, соглашаюсь. Мы как-то тоже уже вот в это воскресенье как раз отпраздновали 20 лет служения. 20 лет! К нам приехал один служитель из Дегтярска, прекрасный друг мой, они раньше начали с Первогоральска. Виталий Махнюх, может, кто-то знает из вас. Прекрасный служитель! И он сказал, Сергей, для меня это вообще даже такая дата уже 20 лет, а мы чуть-чуть поменьше с ним знакомы. И вот так размышляешь о некоторых годах, а помню, когда мы поехали тогда, помню, какое-то вообще такое удивительное действие было. Это не то, что мы сами предопределяли, но это как-то Бог предопределял. Вот такое какое-то движение было. Вот если кто помнит тогда, вот тут есть сестры, братья, которые помнят. И я также вспоминаю, как мы погрузились, бросали все и ехали неизвестно куда. Прямо как Аврааму Бог сказал, выходи из Ура Халдейского. Но мы не были в Уре Халдейском, мы все-таки при церкви были. Но вот такое действие было. Сейчас, конечно, времена изменились, и мы как верующие меняемся. Но что, наверное, самое замечательное все-таки, что мы находимся в церкви Божией. И вот эти слова, которые Господь сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолит», есть что-то настолько замечательное. С другой стороны, когда проходит уже время, вот за порогом уже там по 20 лет, да, кто-то вы как раз отмерили 25 лет, в Божьих глазах это вообще ни о чем. Для Бога один день, как тысяча лет, да. Ну, Господи, нам бы еще таким образом, как Ты, бы думать, правда? Ну вот. Потому что Дмитрий сегодня сказал, молился когда, но я не знаю, как ты, где ты был в молитве, но он говорил сто лет назад еще, сто лет вперед, или 200 лет он потом цифры такие приводил. Ну, иногда так вот бывает, человек раз от сердца что-то говорит. Ну, потому что Бог, Он смотрит из вечности. И я глубоко уверен, какие бы проблемы бы не происходили, я понимаю, что нам очень важно иной раз вот этот мир Божий, который превыше всякого ума, его сохранить каким-то образом, правда? И нас учат, да, и проповеди, и учения, что насколько важно сегодня иметь этот мир Божий. Ну, это правда. Еду как-то со своим ближним, очень близок для меня этот человек, да вот, и мы как-то рассуждаем. А ведь иной раз, когда ты с человеком как бы сталкиваешься, правда, ведь своя рубашка, она ближе к чему? Ну, посмотреть на платье, на рубахе, они к вашему телу ближе, ну так или так. И ваши нужды, и проблемы, они ближе для вас, для многих. Вот в точку попал, да, в десяточку. Ну так. И человек даже не может понимать, что другой он точно так же сопереживает некоторые вещи. И мы вот с этим ближним, с этой душой, когда разговаривали, я просто начал открывать некоторые ситуации в жизни. Потому что, во-первых, служение в церкви, оно по себе самое, оно непростое. Ну, согласитесь, так или не так. Как-то такой вот образ, когда приводят такой образ, очень много образов вообще касательно церкви. Ну, какие есть образы для вас? Это тело Христово, да? Это виноградник. Ну, еще, скажите мне, невеста, жена, невеста, прекрасно. Ну, много, очень много. И войска Господни, и много, очень. Просто, если приводить их, сотни различных примеров, можно просто приводить. Сотни просто можно приводить различных примеров касательно, конечно же, церкви. И с другой стороны, конечно, мы как в семье. Это тоже одно из важных составляющих, правда? Потому что Господь нас как-то вот еще и называет, когда мы приходим, Он говорит, «Вы братья и сестры». Вы согласны или нет? Еще и как семья. Конечно, я думаю, что, почему я вот начал такие слова говорить, что вообще Евангелие и Откровение, и вообще познание Бога, оно зыблится именно через Откровение свыше. И даже когда, во-первых, Петр открывал, и было ему это открыто, как Иисус сказал, «Это не плоть и кровь открыли тебе», правда? Но Отец Мой, Сущий на небеса, когда Он провозгласил, что Иисус Он является именно Господом, Мессией, и вдруг Господь Сам лично этому Петру и говорит, «Да, Петр, прекрасно, на этом Откровении я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А с другой стороны, я сегодня понимаю, во-первых, когда смотря на церковь, да, сегодня, ну да, вот по 20, по 25 лет, пускай там по 30 лет, с другой стороны, мы понимаем, что мы вообще еще не достигли того, как должны достичь. Ну так или не так? Потому что кто хоть немного сегодня, хотя бы год находится, и за год прочитал Библию, вы все-таки по плану читаете Библию, какое-то вот эхо есть, да? Меня нормально слышно? Какое-то эхо прямо звучит. Может, ты как-то настроишь, пожалуйста? Ну вот, потише просто сделай. И сегодня, когда рассуждаешь как бы о церкви Божьей, то понимаешь, что мы так еще далеки от того, во-первых, какие должны быть. Вот даже сегодня, когда мы, как я сказал, знаете, кто знает, тот еще ничего не знает, как должен знать, но это правда. книг понаписано, да, огромное количество, откровений и дисков, и различных видеопрограмм, огромное количество. Но я вот, знаете, честно говоря, вот сегодня, тем более библейские, как бы такие курсы, ну вот, их называют, вот читая Священное Писание, вот скажите, пожалуйста, откровенно мне, вот как должно проходить богослужение? Вот скажите мне, вот что должно быть вот в этих берегах, и можно сказать, что вот это богослужение Христово? Погромче. Слово. Хорошо. Что еще? А? А? Вообще. А? Простановление. Простановление. Слово прославление. А вообще четкая инструкция есть? Четкая инструкция есть вообще? Вот можно сказать, вот шаг вправо, шаг влево, но нету. Ну так или не так? С другой стороны, когда мы приходим и начинаем читать Священное Писание, мы как-то начинаем некоторые, вот как я сказал, образы видеть, вот что примерно должно находиться, да? Во-первых, вот когда мы собраны вместе во имя, и Иисуса Христа. Вот каким-то образом. Вы знаете, я уверен, поэтому я думаю, как должно, мы еще не достигли, скажи, не достигли. Спасибо за все, что есть. Да, да. Ты вернешься. А, да, конечно, давай. Давай, давай, давай. Вот, убежал. Ну вот, поэтому, конечно, вот как должно быть, вот как вот оно должно быть. И я понимаю, что читая, я не вижу четко, есть какие-то вот определенные принципы, которые должны быть. Они встроены, да? Вот таким образом. Я понимаю, как должно быть. Ну, давайте, чтобы далеко, хотя бы первое место Писания, которое мы с вами откроем, это будет послание Коринфянской Церкви. Вы любите послание Коринфянской Церкви? А? Ну, всякое послание, скажете, любим, да? Ладно, хорошо. Это будет, по-моему, 14 глава. Сейчас я открою. Это будет первое послание Коринфянской Церкви. Первое послание Коринфянской Церкви. 14 глава. И будет 26 стих. Это мы о Церкви сегодня говорим. И вот смотрите, апостол Павел говорит, «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это будет куда? К назиданию». Вот, конечно, мы сегодня поговорили о том, что я задал некоторые вопросы, вообще, а как должно быть? Есть некоторые принципы, которые вообще определяют, как церковь, правда? Вот то, что там должно быть. Мы сегодня на некоторые принципы посмотрим. Но я, знаете, я думаю, я думаю, что в будущем, ну, в каком будущем? Будущее, потому что это такое, знаете, такое высказывание у будущего. Ну что, завтра будущее, это что же будущее? Через 5 лет это будущее, через 20 лет это тоже будущее будет, и через 50 лет. А Господь говорит к нам сегодня намного ближе спасения, нежели когда мы уверовали. Но вот в будущем о церкви, я уверен глубоко, что церковь, она все равно достигнет того состояния Христова, которая должна, в котором она должна находиться. Но это однозначно. Почему? Потому что сам Господь сказал, доколе мы все не придем в единство веры, мужа совершенного. Скажи, мужа совершенного. Вот в эту полноту возраста Христова, вы понимаете? Поэтому, когда рассуждаем о некоторых принципах, как церковь строится, что там должно вообще находиться, то понимаем, что в сущности, во-первых, мы понимаем, что Бог каждому дает таланты по мере дара Христова каждый. А как оно? То есть, соучастие всей церкви и всех верующих как тело Христова должно быть. Правда ведь? Ну и еще некоторые места Писания, это помните, 1 Петра, 2 глава, там очень интересно описывается, да, как бы вот то состояние церкви. И там говорится о том, что Христос является этим краеугольным камнем, и вы хорошо делаете, и устрояйте себя дом духовный, священство святое. То есть, мы понимаем, что не может такого быть, чтобы, но вся церковь должна быть как живым организмом. Представляете? Ну так. Не только должно быть, по крайней мере, ну отдельное служение, конечно, есть служение, ну так скажу, что видимая часть, а есть невидимая часть. Как один однажды служитель сказал, ты знаешь, что мне нравится? Такой образ, вообще церкви, как муравейника, каждый занят своим делом. Я говорю, прекрасно, каждый занят своим делом. Но это тоже через откровение, правда? Через понимание, принадлежности, соотношение, принадлежности к телу Иисуса Христа. Я глубоко уверен в этом плане, потому что, помните, как я в прошлый раз сказал, Господи, ну покажи, кто из нас кто? Потому что, как важна рука, нога? Помните, я задал этот вопрос, а ты-то кто во Христе? Ты кто? Потому что, как только ты найдешь себя во Христе, это благословит всю церковь Христову. Поэтому, когда рассуждаем о некоторых принципах, да, вот, то, что должно быть. Конечно, сегодня вы у вас прозвучали о том, что должно быть и слово, и прославление. Я бы хотел посмотреть на некоторые, да, так сказать, столпы, что должно в церкви Божьей быть. Да, давайте мы просто окунемся и посмотрим. Откроем с вами Деяния апостолов. Для того, чтобы, по крайней мере, вот определить, как церковь должна жить, и что там должно находиться, это очень хорошо читать книгу Деяния апостолов. Но для нас это базис, это базис. Потому что Евангелие, это фундамент для нас, да, потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного. Это вера в нашего Спасителя Иисуса Христа, потому что Евангелие, они о чем говорят? Что Христос родился, умер и на третий день. И потом, да, Он сказал, не отлучайтесь, из Иерусалима, это уже Деяние апостолов сначала происходит, и там пребывали они и молились, группа верующих людей. Они пребывали в молитве. И когда вот уже пришло излияние, Дух Святой пришел, поэтому я глубоко уверен, что День Пятидесятницы, это не тот, который две тысячи лет назад. Вот давайте будем праздновать День Пятидесятницы. Да прекрасно, День Троицы мы спразднуем. Но я думаю, что каждая община, вот как вот поместная, она должна пережить свою Пятидесятницу. Ну так вот, желание такое, по крайней мере. А куда мы двинемся, если мы свою Пятидесятницу не переживем? Для того, чтобы поэтому смотреть сегодня, как должно, да, вообще, во-первых, церковь двигаться, я думаю, что это неплохо, заглядывать в книгу Деяния апостолов. И давайте мы с вами откроем вторую главу, вторая глава, и прочитаем с вами один из стихов, это будет 42 стих. Вот здесь вот некоторые, как я сказал, некоторые аспекты, такие столпы, как бы, да, как должны проходить именно служения, они как бы вписаны нам, даны как вразумление, как наставление. Смотрите, 42 стих. И здесь говорится, вторая глава, помните, Петр провозгласил, значит, о том, что Христос воистину Господь, люди обратились, Господь говорит о том, что вы должны покаяться, они должны были не только покаяться, но еще и крещение должно было происходить, и вообще вот вы, если читаете, вы чувствуете, особенно те, кто уже, как я сказал, может быть, уже не первый год, что покаяние сразу шло с крещением. Ну, у нас по-разному могут быть, где-то полгода ждут, где-то каждый квартал, да, ну, по-разному. Ну, вот, читая Священное Писание, мы как бы понимаем некоторые. Я, поверьте, не хочу никого сегодня, ну, так скажу, что какой-то резонанс вносить. Я просто хочу сам себе говорить, потому что, помните, как в Священном Писании опять же говорится, вникая в себя и в учение, так поступая прежде всего, себя спасешь, и только потом слушающих тебя. Поэтому просто рассуждение после 20-летнего какого-то вот такого опыта. Хорошо, смотрите, и написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Ну, давайте, и тут просто дальше можно немножко прочитать, что, во-первых, ну, хорошо, а где вот таким образом, как должны проходить служение, где, каким образом? Ну, вот мы прочитали и послание Коринфинской церкви. И вот номер один, что я для себя увидел, да, это прежде всего, это провозглашение слова, то есть, как сказано здесь, учение апостолов. И вот одно из важных слов, которые здесь бы я бы хотел, да, заметить, они постоянно пребывали в учении апостолов. Вот слово постоянно, ну, значит, это постоянство определенное. Помните, как сам Господь даже, Он когда говорит о том, если ты хочешь быть моим учеником, то ты должен пребывать, помните, в слове моем, правда? Поэтому вот, когда мы говорим сегодня именно, да, о том, что, что должно в церкви, но в церкви должно постоянно слово Божие звучать, именно живое, именно написано такое, знаете, не какие-то определенные там вот, с набросками какой-то традиционности, хотя, ну, понятно, что я думаю, что если сегодня по церкви смотреть сегодня, и я понимаю, что есть и обрядности, есть и какие-то видимые вещи, но, знаете, для верующего человека, вот, где бы я ни бывал, вот я думаю, что, вот, как бы ни назывались эти богослужения, если они все-таки там верят в Троицу, в Христа, я думаю, что придя туда, ты будешь искать именно Христа, правда? Не важно, по псалмам ли они поют, как они одеты, важно, что там, да, суть, невидимая вещь, вот Дима сегодня говорил о сосудах, да, важно же, не внешнее, но что? Внутреннее, вот этот вот, елей, который именно вот проникает в нас, поэтому, конечно же, для нас, для верующих людей, прежде всего, понимание должно быть, что церковь это собрание верующих в Иисуса Христа, там, вот понимаете, когда мы говорим о церкви, там нет каких-то вот набросок, да, названий каких-то, хотя можем сегодня называться, по-разному можем, но для нас сегодня, именно для людей, для христиан, очень важно, веришь ли ты в Иисуса Христа, вот что самое важное, правда ведь? Ну, помните, как однажды апостол, он сказал, никто не может положить другого основания, которое положено, которое есть вера в Иисуса Христа, один сей, другой поливает, но взращивает это все, Господь, правда? Хотя, если сегодня смотреть, даже на те послания, которые сегодня, они, во-первых, ну, все церкви, они настолько разные, где-то он говорит, когда, предположим, апостол к одной церкви, к некоторым, к многим церквям, там, к галатийским, предположим, и знаете, вот все послания, вот если смотреть, и люди часто говорят, мы немножко, может быть, если успеем, сегодня посмотрим, люди иногда встречаются, говорят, вот бы нам быть в это апостольское время, слышали об этом, да? В апостольские времена войти, я говорю, а что ты подразумеваешь под словом апостольские времена? Ну что? Чудеса, знамения, явления, славы Божьей, супер! Но еще ты одну часть забываешь, некоторую, очень важную часть, что? Молодец, видно, давно ты, Женя, уже в церкви Христовой, аминь, я согласен, это еще, не забывайте, а огромные, великие гонения. Это тоже так же к церкви Божьей и приписывается. Поэтому, когда мы смотрим сегодня именно о том, что, вот что должно быть в церкви, вот одно из важных составляющих, как я сказал, это провозглашение слова, это учение, они постоянно пребывали в учении апостолов. Поэтому, согласно Библии, в церкви должно проповедоваться слово Божие, должно быть вот это божественное учение. все должно быть базироваться и проверяться на слове, не на человеческих правилах, традициях, потому что, если когда убирается слово Божье, именно, то всегда происходит обвал. Ведь вспомните, что сатана всегда пытается украсть что? Слово Божие. Помните, когда вышел сеятель, сеять, и прежде всего сатана что приходит? Он старается похитить откровение Слова Божие из сердца. Поэтому Господь и говорит о том, больше всего храни его, храни что? То откровение, Слово, которое пришло в твое сердце, храни его. Мы видим это. Вспомните, как апостол Павел, да, он наставляет своего преемника, именно Тимофею, хочу открыть с вами. Ну давайте, 2 Тимофея, 3 главу. 2 Тимофея, 3 глава. 16 стиха. Замечательные слова, которые вы наверняка, может быть, кто-то из вас уже и выучил наизусть, и это хорошо. И вот здесь вот как раз описание есть. Все писание, оно Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому добрую делу приготовлен. Ну, замечали же ведь очень часто. Хорошо, Господь, поговори со мною. Прекрасная молитва. Открываешь Священное Писание, и если сердце, оно восприимчиво, то Бог обязательно будет, ну, из этой книги обязательно говорить. Ну так или не так? Для наставления, для обличения, для исправления. Ну так или не так? Да, Господи, сколько раз бывало так, что, ну вот, представь, сбился ты с пути, потому что это же, во-первых, при успевании в праведности ты не рождаешься праведным человеком. Хотя, если так сегодня судить, да, что такое святость, что такое праведность, ну, это юридическое. Правда? Ну, Бог вот по благодати своей, милости своей, Он просто взял и дал нам. Правильно? Как послание эфесянам говорится, благодатью вы спасены и сиение от вас, это Божий, Божий дар. Не одел, чтобы никто не хвалился. Конечно, но с другой стороны это де юра, а де факто это часто совершенно другое. Слышите меня? И поэтому поспешим к совершенству. Это каким образом? Это образ того, что когда ты открываешь, и чем больше этих слов, оно проникнет в твое сердце и в твой дух и запечатлится. А как оно запечатлится? Только после того, когда вера, она будет в делах. Когда ты поступишь согласно этого слова, вот тогда закон, заповеди, он запишется на скрижале к твоему сердцу. Поэтому можно очень много, ну, согласитесь, фарисеи, книжники, но они много что знали, но они не поступали, поэтому Иисус и говорит о том, что они приближаются ко мне устами, но сердцем. Далеки. Далеки. И апостол Павел поэтому и говорит, да, о том, что все Писание Бога духовновенное и полезное, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. то есть Бог, Он приготовляет и аминь. Поэтому очень важно особенно молиться за тех, кто сегодня именно поставлен провозглашать Слово Божие. Но это истина, правда? Для нас очень важно, чтобы на устах проповедующего было помазание, чтобы и сердце его было чистым, чтобы, когда он отдает это Слово, было именно то, которое вот должно проникать в наши сердца и в наши души. Помните, Иисус сказал, если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, тем прославится Отец Моя, если принесете много плода. То есть мы видим, что есть, и когда мы читаем сегодня Священное Писание, есть постоянно это размышление, это вникание именно в это Слово Божие, чтобы оно проникало и поступать согласно этого Слова, которое нам открывается. Поэтому невозможно переценить Слово Божие, это как пища, и люди в церкви не должны голодать, Слово питает, дает мудрость, победу над грехом исцеляет, и враг знает, какую силу имеет Слово Божие, поэтому хочет затащить нас, часто какие-то, знаете, другие канавы. Бывает так, что человек проходит время, смотришь, у него такой, знаете, такой мирской, сказать, рационализм, когда отрицается сверхъестественное исцеление, чудеса, видение, откровение, когда, знаете, церковь, она превращается в такой сухой гербарий. Есть знания, но нет силы. Но мы видим, что Библия полна сверхъестественного. Помните, как Христос, Он сам говорил, и апостолы провозглашали, Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. И нормально, когда Слово Божие подкрепляется, помните, когда апостолы шли, написано, Слово Божие подкреплялось знамением и чудесами. А другая сторона, это когда доверие личному опыту, когда, вот знаете, Слово Божие, оно как бы отвергается, интересует больше помазание, чудеса, а смотришь, когда Библию не знает. Но мы должны и питаться, и искать Бога. Поэтому апостол Павел говорит, молитесь за меня, чтобы мне дало именно Слово Божие с дерзновением проповедовать. Это есть вот такая важная опора, и мы должны это понимать. Должны понимать. Еще, значит, деяния апостолов, еще следующее, что очень важно, одно из направлений в церкви, да, мы посмотрели, что очень важно пребывать, чтобы Слово Божие сеялось в церкви. Вторая одна из важных составляющих, что мы здесь можем увидеть, это общение. Общение. И вот я хотел бы подчеркнуть еще раз, это вот написано непостоянно пребывали, то есть пребывали вообще непостоянно. Если вот так сказать, что первый, да, такой вот как столб, да, вот этого понимания, откровения, оно изменяет человека, то второй очень часто удерживает в церкви, потому что между христианами должны быть вот такие крепкие божественные связи. Взаимоотношения. Я просто, вот если вы вспомните, как только вы уверовали, да, ведь заметьте, что кто-то именно с вами имел это общение, молился за вас, да, как я сказал, если первый он изменяет, то второй он, честно говоря, и удерживает в церкви. Именно общение. И часто бывает так, что в церкви иной раз пренебрегают, говорят, даже это не духовно, но Священное Писание говорит, что это духовно. Это духовно, когда есть общение в церкви. И поэтому дьявол старается изолировать христиан друг от друга. И церковь может быть больной, люди могут быть одиноким. Видим это, и по этой причине даже есть и уходят. И вот что тебя удержало в церкви? Только то, что с тобой повозились, разговаривали, общались, молились и нашли время, чтобы побеседовать. Апостол Павел говорит такие слова, это послание евреям. 13 глава, 16 стих. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоприятны Богу. То есть мы видим, что общение это жертва. Видите, да? Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоприятны Богу. То есть мы видим это, общение это жертва и нужно учиться. Иисус нам показывал пример общения со своими учениками. И ты как человек, мы как верующие должны быть открыты для других людей. Знаете, есть такое хорошее слово быть гостеприимными Еще откроем одно местописание с вами Это второе послание Коринфянской церкви Где апостол Павел уже сам наставляет и учит Коринфян Очень удивительно Он не только просто, но он сам этим жил Это будет одиннадцатая глава Я сказал первая глава, да? Нет, не сказал Одиннадцатая глава Апостол Павел говорит Кроме посторонних приключений У меня ежедневное стечение людей Забота о всех церквях Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся То есть апостол Павел был открыт Заметьте, что через ближнюю Когда у нас есть такие тесные общения Через ближнюю можно получить ответ, поддержку, помощь Потому что мы с вами как раз об этом и говорим Церковь это семья А в семье ты можешь находить и покой, и отдых Поэтому не мысли жить без церкви В ней именно пребывание самого Господа Это благословение Потому что ее Господь созидает церковь Он кормит, питает, заботится о своей церкви В послании Ефесянам 5 главе Апостол Павел говорит прекрасные слова Такой вот как бы образ как раз о церкви Смотрите 25 стих Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее И 29 стих Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти Но питает и греет, как и Господь церковь То есть вы видите, что когда Господь сказал, что не просто одиночного верующего, но врата ада церковь не одолеют И что-то сверхъестественное, божественное, где кровь Святого Сына, она действует среди народа Божьего И мы говорим вот это, когда общение Помните, как сам апостол Иоанн в первой главе, он говорит удивительные слова Когда мы ходим во свете Подобно как Он во свете То имеем общение друг с другом И что? И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха То есть, ну хорошо, тут есть о чем подумать Но знамените, что когда имеем общение, то кровь Святого Сына А как я один на один могу иметь общение? Прекрасно за твою тайную комнату, слава Богу Мы об этом поговорим еще о некотором аспекте, которая очень важна для церкви Ну как прекрасно, когда мы вместе, когда мы ходим во свете Да? То имеем общение А когда вот какие-то разделения, разногласия, теряется общение То кровь-то Святого Сына уже перестает действовать Вы понимаете? Поэтому настолько важно это И как мы увидели, это та жертва, которая должна быть сегодня Еще одна из важных составляющих, что, по крайней мере, открывается для нас, что должно быть в церкви Ну, это все верующие Все до одного христианин скажут Вот, ну Сергей, ну пастор, аминь, согласны Это третий столб, это молитва Ну, аминь, общение, молитва И в Священном Писании как раз 2, 20, 42 как раз и говорится Они постоянно пребывали в общении, да? Написано, пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении и в молитвах Я просто как бы вот некоторые пропустил, но сейчас вот в молитвы возьму Вот, смотрите, молитва Еще один столб, это молитва Церковь ведь, она родилась и выросла как в молитве Помните, как Дух Святой пришел? Когда написано 120 учеников, которые собрались, Христос ушел, да? И он сказал, оставайтесь, чем они занимались? Ну, давайте будем ждать Значит, один Петр пошел, как обычно, рыбу ловить Фома там, я не знаю, чем бы он занялся Ну, Матвей наверняка пошел на свою старую работу А что ждать-то? Вроде того, что что-то Господь сказал, ушел, нас оставил Даже когда он нас провожал, он не сказал нам, помните, времена и сроки, сколько ждать? А он сказал, вообще не ваши времена и сроки ждать А вы идите, а чем заниматься? Вот они пошли и молились И поэтому, когда мы говорим, церковь родилась А как она родилась? Да вспомните эти смертные муки нашего Христа и нашего Господа Ведь там было, на кресте рождение как раз Вот рождение этой церкви происходило по-настоящему Помните, как сказано, что такое Новый Завет? Если нет смерти завещателя, то, значит, и не действует, правильно? Поэтому, когда он умирал, вот там рождалась церковь Божья И верующие, они собрались, и они молились И когда они пребывали вместе, да, Дух Божий и пришел Вот такой Дух молитвы, Он родил церковь Как я сказал, подумайте, поразмышляйте, что происходило на Голгофском кресте Как раз где происходило рождение церкви В муках, агонии, в крови Когда наш Спаситель, страдая за грехи, рождал новое дитя Новое дитя, церковь свою Наверняка женщины знают, которые рождали детей Как они переживают, как они мучаются И вот точно так же Христос, но намного больше Не сравнить ни с чем И молитвенная жизнь — это сердце церкви Каждому дитю Божьему нужно включиться в эту молитвенную жизнь Потому что молитвенная жизнь церкви складывается из молитвенной жизни каждого христина И чем сильнее эта жизнь, тем сильнее сила молитвы в церкви И я думаю, что мы, как верующие люди, очень много уже читали и знаем о молитве Помните, как ученики просили Господа научить их молиться? Иисус Христос поощрял молитву, чтобы не впасть в искушение Игру с молитвой, он не должен лежать на отдельных верующих Сила приходит через молитву — это опора, которая Я скажу, что во многих церквях очень слабая Недостроена И я думаю, что то, что предстоит Думаю, что точно так же, наверное, какое-то преобразование Это и одна из важных составляющих Которая Ну, вот та опора, которая нас должна формировать И, конечно, очень здорово, что У вас тут есть особое такое выделенное место, где вы сегодня пребываете Но, согласитесь, может быть, и нас, как церковь, если брать сегодня на богослужение, когда по воскресным служениям Ну, какая часть она включается именно для молитвы? Если вот, о, так примерно брать Какая часть в молитвенную жизнь церкви? Вопросы эти, я думаю, что нужно задавать самому себе Всегда истинные верующие во всяком собрании, во всякое время пребывали в молитве И мы видим, особенно первые христиане Ну, мы с вами посмотрели Деяния апостолов первую Вторую главу можно посмотреть, третью главу Ну, давайте посмотрим просто Первая глава, 14 стих Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марию, Матерью Иисуса и с братьями Его Вторая глава, 1 стих При наступлении дня Пятидесятниц все они были единодушно вместе Молились Третья глава, 1 стих Деяния апостолов Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9 Я думаю, какое-то было особое время назначенное, да? Именно тогда у первой апостольской церкви, что они, ну вот, в этот час 9 все ходили Именно для на молитвенные собрания И мне очень нравится еще в 4 глава Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов 4 глава Когда гонения некоторые пришли И смотрите, просто это Это великолепно Это вот Помните, как Иисус говорит Пришел к своим, а свои его Не приняли Но в церкви Христовой так не должно быть Мы должны быть свои И вот смотрите С 23 по 2-4 стихи Быв отпущены, они пришли И сказано здесь, к своим И пересказали, что говорили им пересвященники и старейшины А им, помните, запретили Да, накладывали на них руки И 2-4 стих Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу И сказали, Владыка Божий, сотворивший небо и землю И море, и все, что в них И там определенные обетования они начинают провозглашать И что произошло там в конце Помните, и по молитве их поколебалось место То есть Вот это вот единодушие Которое, представьте, молитвенно И сказано о том, что они пришли своими и свои И было одно сердце и одна душа Я вспомнил один интересный момент Вот почему очень важно, наверное Конечно, для нас своя церковь очень важна И свой дом, и братья, и сестры Да, в гостях хорошо, но дома лучше Я помню, у нас был такой момент Приехали некоторые братья там А был такой момент в церкви Они позвонили мне где-то несколько лет назад И сказали, ты знаешь Ну, вы служитель, да? Я говорю, да, вот Ну, пастор, да Говорит, слушайте, мы тут братья Приехали с Краснодарского или Ставропольского края Откуда-то вот с юга И говорит, привезли мед Мы сами выращиваем Ну вот, у нас пасеки есть Пожалуйста, можем там И у нас откликнулась одна сестра В общем, мы начали там Взяли у них какую-то партию этого меда Ну и все Начали как бы там Эта сестричка там продавать И потом, чтобы им деньги отдать Ну, в церкви Вот, а в общине И потом, как обычно бывает Один доволен медом Другой Одному нравится Другому не нравится И неизвестно, что там началось Говорит, да там неизвестно Что-то приехали Да это вообще не братья И вот много всяких слухов было Но все равно Значит, я к ним позвонил Потом они должны были приехать Отдать эту часть меда Отдать им некоторые средства Которые мы собрали за этот мед И я их просто начал Ну, как бы так пытать Вы кто? Они рассказали Оказываются Немножко с другой Так, стороны Даже не так вот близки По какому-то учению Ну, в общем Как богослужение Даже у них проходит Верят в Иисуса Христа Сто процентов Это очень важная часть Очень важная часть И потом они сказали Ты знаешь, вот мы Отправляемся обратно Дорога дальняя Давай помолимся И вот удивительным образом Как только мы встали на молитву И начали молиться Вдруг благодать Божия Опустилась И у меня совершенно Все отпало лишнее Знаете, слезы навернулись И вдруг я ощутил Что мы оказываемся Едины во Христе Иисусе Но так или не так? Ну, молитва это делает Вы понимаете? Помню Один прекрасный брат Не буду говорить Как он тоже Приехал Только служения должны были И он такой интересный Приехал в такую общину Где, ну Так скажу, что Взгляд на внешние Стороны жизни Как ты одет Это одна из важных составляющих И он говорит Я приехал в такой Кто-то может быть Вспомнит и скажет Кто это такой Ну, я не буду о нем говорить Кто это И он говорит Я был в таких шортах Такая у меня расписная рубаха была И говорит Когда я постучался К этому служителю Пастору Он меня встретил Ну, говорит С такой опаской А потом, говорит Мы пошли в его комнату Помолиться Когда преклонили колено И начали молиться Все вдруг отпало внешне Есть что-то очень важное Вы понимаете? Вот когда Церковь Божия Она совместно молится Скажи Аминь Аминь Хорошо Видим дальше Что одно из важных Ну, мы видим Что Церковь Она родилась И я думаю Что, во-первых И заканчивать Она будет свой путь Именно так же Молящейся Церковью Четвертое Еще из важных составляющих Что вот должно По крайней мере Определять нас как Церковь Это, знаете Ну, одно из важных Прославление Поклонение Хвала Помните, как Господь Говорит о том Что Господь живет Среди словословия Своего Народа Народа Аминь И Хотел просто прочитать С вами Одно так же важное Местописание Это Римлянам 15 глава Которая очень Если Господь живет Среди словословия Своего народа Значит Мы должны совместно И отдельно По крайней мере Прославлять нашего Господа Ну Это справедливость Римлянам 15 глава И прочитаем Одиннадцатый стих Смотрите Апостол Павел Наставляет Как бы такое Знаете Как вот Такие Просто печати Ставит И еще Ну вот И я так же Соглашаюсь с этим И еще один стол Что же это Такое Должно быть Хвалите Господа Все язычники И прославляйте его Все народы Прекрасно И слава Богу Что у нас есть братья Которые могут нас учить Спасибо Олегу Он наверняка Очень хорошо бы Преподал тему Прославления Хвалы Поклонения Хорошие у него темы Гусли и чаши Можем сходить И просто насладиться теми Мы сегодня Когда с Дмитрием Поднимались сюда Вот он интересно Я говорю По-моему Олег поет А он так интересно Сказал Не Олег А Ты сказал От От крови От крови Оказывается Это сын его Ну Похожесть голоса Даже есть Да Вот она есть Я знаете Я думаю Что вот Когда мы Едины с нашим Христом Все-таки Господь Он точно так же Есть какая-то Похожесть духа Вот понимаете Вот Внешние вещи Они могут отпадать Я думаю Чем дальше Мы будем двигаться Во Христе Иисусе Вот внешние Внешние вещи Они будут отпадать Но внутренний Вот этот сокровенный сосуд Драгоценный Который очень важен Для Господа Вот он будет наполняться Этой благодатью И как сказано В Священном Писании Да Мы только что прочитали И еще Хвалите Господа Все И прославляйте Его все народы Слава Богу Я просто вспоминаю Бывает ведь такой момент Ты какой-то удрученный Совершенно какой-то Вот избитый Разбитый Бывает так Что придешь Включаешься В это прославление И поклонение И смотришь Очищение Освобождение приходит Благодать Тебе Твое сердце наполняет Потому что Ну Господь живет Среди слабословия Своего народа Аминь Аминь Хорошо Еще один из важных аспектов Который Также Один из столбов Это Конечно же Это Евангелизация Деяние апостола 2 глава 47 стих И мы можем здесь Прочитать Мы только что Задели Как раз 47 стих Здесь говорится Хваля Бога И находясь Любви У всего народа Господь же Ежедневно Прилагал Спасаемых Церкви Есть о чем Поговорить По крайней мере Но Потому что Священное Писание Она также Говорит о том Что они Ежедневно Пребывали И для меня Как для служителя Как для пастора Также некоторые вопросы Они сегодня Существуют Господи Ну есть у нас Сегодня собрание Да И написано Они постоянно Собирались И в храмам И по Где? По домам Да Тоже очень Интересная часть У нас вот На 20-летии Как раз Мы просто В воскресенье Я вам уже говорил Что отпраздновали И Вот служитель Как раз Да Наш брат Во Христе Служитель Он очень интересно Сказал такие слова Он говорит Вот Если внешне Ну предположим Касательно зданий Еще каких-то вещей Вот если Это убрать То будем Мы в этом Единстве Пребывать Тут как раз И обнаруживается Суть Как церковной жизни Вот именно В хорошем смысле Об евангелизации Господь же Ежедневно Прилагал Спасаемых Церкви А как Господь Прилагал Давайте С вами Откроем Римлянам 10 глава Римлянам 10 глава С 12 по 15 стихи Прочитаем Здесь нет Здесь нет Различия между Иудеем и Элином Потому что Один Господь У всех Богатый Для всех Призывающих Его Ибо Всякий Кто призовет Имя Господне Что? Спасется Слава Богу Вот Когда слово Всякий Он правда же Всякий Без разницы Армянин Грузин Башкир Там Американец Или китаец Вот он Всякий Кто призовет Имя Господне Он спасется Написано Богатый Всякой Милостью Ибо всякий Кто призовет Имя Господне Спасется Но 14-15 стихи Они что-то нам Освещают Но как призывать Того В кого не уверовали А как? Ну хорошо Почему не уверовали А как веровать В того О ком не слыхали Как слышать Без проповедующего И как проповедовать Если не будут посланы Помните Когда Господь В своем Удивительном послании Да В Евангелии От Матвея 28 главе 19-20 стихи Он говорит Итак Идите по всему Миру И проповедуйте Евангелие Да-да-да Да Он говорит о том И вот это послание Да С другой стороны Ну понятно Сегодня обстоятельства Меняются Определенные законы Меняются Вы знаете Для меня тоже Есть одна Одна интересная часть Она тоже Очень важна Я сегодня Ну вот честно говоря Как Помню На одном служении Был И Церковь Она Ну другая Понимание Другого Это не из-за того Что Что-то не так Просто церкви Все разные Правда Это тоже Хорошо Я как-то Задал вопрос Говорю Ну а почему Господь Сделал нас Такими разными Ну вопрос Ведь мог бы По крайней мере Ну мог Но он же Бог Мог бы Каким-то образом Нас сделать Такими вот Стандартными А сделать Такими Разными Может Для того Чтобы проявлялась Любовь Научиться Любить Того Который Совершенно Не похож На тебя Вот Даже здесь Вот у нас Вот момент Такой был Вот представьте Хлебопреломление Происходит Да Есть по-разному Даже здесь Кто-то Говорит о том Что хлебопреломление Нужно Когда Крещение Водное Принял Ну как я сказал После покаяния Сразу шло Крещение Помните И мы Сегодня У нас Детки Не сильно Маленькие Но те Кто У кого Мы Сегодня Они Исповедуют Иисуса Христа И мы Ну я не знаю У вас же так же По-моему Да У вас Детки Принимают Хлебопреломление А Детки Принимают Или нет Вы здесь Ну Вот мы Как-то Собрались Еще с одной Общиной У них Немножко По-другому И мы Там С одним Братом После этого Служения Даже Немножко Так Так скажу В дискуссиях Некоторых Находились Не скажу Что Спорили Не-не-не-не Мы В дискуссиях Находились Я почему Сказал Я говорю Господи Ну Дал бы ты Четкие инструкции Тогда все Понятно было А даже Здесь И то Через откровение Свыше Все творится И делается Ну вот Помню По-моему Не знаю Вам Кто-то Рассказывал Об этом Помню Одного Служителя Да И как-то Было Ну Детей Как бы Как Все-таки Это взрослые Должны Хлебопреломления С пониманием Должны Относиться Именно К крови К телу Да я Драгоценный Я понимаю Что так и должно быть Именно через откровение И свято Должно быть Это Но У этого Служителя Который Учит Детей Молиться Учит Любить Христа Учит Слову Божьему И помню Дочка Подходит К нему И говорит Папа А почему Я говорю Но верю В Иисуса Христа А почему Мне нельзя Прочищаться И от крови Мы вот когда С этим братом Рассуждали Он мне тоже Интересную вещь Сказал Он говорит Ну если у нее Есть понимание Может ее Нажно уже И крестить Тогда может быть 7, 8, 9 лет Я помню Как-то у вас Служение Здесь Это одно Тоже Из составляющих Церкви Должно быть Таинство Да Вот мы говорим Вечерие Господня Крещение Бракосочетание Помню Крещение Как-то с вами Здесь проводили Мы тоже Приехали здесь На машине И помню Собралось там Человек 20 После этих крещаемых И я сел Ну так вот получилось И я заметил Там девочку одну Вот не сказать Что сколько ей лет Потому что иногда Дети Ну 8, 9 лет Может быть Может там 11 было Я не задавал Я не помню уже сколько Задал ей даже Этот вопрос Сколько ей было Ну и я сел Напротив ее После вот этого Крещения Там как раз Было чаепитие И мы сидели И я ей задал вопрос Я говорю А как ты крестилась Ты сама И она так утвердительно Некоторые вещи говорила Я для себя тоже Какое-то наставление получал Вы понимаете Поэтому здесь Когда мы даже Говорим о том Сегодня Да Ну вот Есть Различия Да В нас Когда мы Собираемся вместе Касательно сегодня Евангелизации Понимание есть Ну законы какие-то Приходят Конечно То что было вчера Сегодня Это уже Уже невозможно Но для слова Божия нет преград Ведь правда Если Господь Откроет То кто Закроет Да Появляется закон Но нет ничего Нового под солнцем Ведь согласитесь Если когда мы Говорим За слово Божие И верующие Они всегда Даже и страдали Сегодня до сих пор Изгонимые христиане Будь то где-то В Узбекистане Китае Мусульманских стран Мы Почему Проповедуем Потому что мы Любим и понимаем Нет другого имени Под небом Которым бы Надлежало бы нам Спастись А последнее время Вот я тоже Одна из частей Я знаете Такую часть увидел Когда говорят о том Что идти по миру Проповедовать Евангелие Часто немного по другому Сегодня как-то происходит Бывает так В последнее время Другую евангелизацию вижу Не людям из мира А людям в церквях Такая знаете Перекладка рыбы Из одной бочки в другую Но Мы видим Что в церкви И особенно в ранее Апостольской Слово Божие Оно проповедовалось И написано Господь ежедневно Прилагал спасаемых Церкви Это истина И это правда То есть Должно проповедоваться Евангелие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа У нас есть Одна семья Они с Узбекистана Переехали Ну несколько семей И там вот у нас У этой семьи У этого брата во Христе У него мама Она живет в Узбекистане И вот он рассказывал Как вообще происходит Евангелизация Ну Как я сказал Вы знаете Для меня очень Важная часть Чтобы Господь посылал Правда И чтобы Бог Открывал Это очень важная часть И вот этот брат Рассказывал Говорит мама Она где-то Какое-то время Пребывает всегда в молитве А потом говорит Берет Слово Божие Едет В определенный Там Она недалеко От Ташкента Такой Город небольшой Там есть И она едет Говорит Высаживается И просит потом Господь Ты приведи меня Какому-то человеку И она говорит Ему потом проповедует О Иисусе Христе Ну вот тем Национальностям Там в основном Узбеки И потом говорит Берет очень быстро Ну примерно Он сказал так И она убегает оттуда Ну Это Господь ведет Помните Как написано В Священном Писании Мне тоже Очень удивительно И это очень нравится Деяния апостолов 13 глава Написано Когда апостолы С учениками Пророками Учениками Некоторыми Постились и молились Господь сказал Отделите мне Помните там сказано Это Бог Это Бог Ведет Когда церковь Божия Она пребывает молитвенно Бог обязательно Как Он сказал Откроет двери Или Закроет двери Аминь Аминь Я бы хотел Чтобы мы сегодня Сейчас помолились С вами Чтобы Господь Благословил Нас Вот такие Рассуждения Мои О некоторых Аспектах Которые в церкви Должны По крайней мере Быть Давайте мы Встанем с вами И помолимся Отец Небесный Мы благодарны Тебе Господь Как Ты сказал Я создам Церковь мою И врата ада Не одолеют ее Господь Есть что-то Настолько великое Чудесное Божественное Благословенное И человеческое Господь Есть штука Что-то Настолько Небесное Господь И воистину Это через Откровение Через понимание Через откровение Свыше Господь приходит И мы хотим Тебе сказать Огромное спасибо Что Ты Создал Церковь свою И кровь Твоя Святая Она должна Циркулировать Господь Освящая Убеляя Очищая Мы понимаем Господь Что церковь Она Церкви И община Иной раз Не похожи Друг на друга Но Ты Господь Сказал Что я Пребываю Среди народа Божьего Благослови Благослови Господь Церковь Свою Мы Сегодня Особо Молимся Господь За нашу Семью За церковь Где мы Сегодня Господь Посажены Где мы Сегодня Поставлены Где Кого Ты Сегодня Насадил Господь Здесь Чтобы Пребывать В этой Общине Благослови Господь Пускай Церковь Твоя Господь Возрастает В возрасте Христовом Пускай Благость И милость Твоя Наполняет Собрание Святых Господь Мы понимаем Есть важные Аспекты Которые Должны Быть В церкви Должно Проповедоваться Всегда Слово Божие Должна Быть Молитва Господь Должно Быть Общение Должна Быть Евангелизация Должно Быть Прославление Господь Благослови Отец Пускай Жизнь Во все Божьи Структуры В тело Твое Господь Вливается Жизнь Мы просим Тебя Отец Как ты Сказал Господь Что никто Не может Положить Другого Основания Для нас Это Важное Основание Вера В нашего Спасителя И Господа Иисуса Христа Благослови Отец Пускай Наши Общины Господь Они будут Едины Господь Пускай Любовь Вера Наполняет Наше Собрание Отец Мы от всего Сердца Господь Благословляем Ближних Своих Если кто-то Господи Отпал От Твоей Любви И от Твоей Благодати Господь Дай нам Нужные слова Дай нам Нужные молитвы Господь Чтобы молиться За этих людей Потому что Ты сказал Господь Что каждый Член Тела Христова Очень важен Для Тебя Господь Брат Или сестра Благослови Отец Как у апостола Датны Святой Кровью Пускай Общение Будет Господь Между По-настоящему Как братьями И сестрами Чтобы мы Это не забывали Господь Да будет Тебе Вся слава Нашему Богу Отцу Сыну Христу И Духу Святому И каждый верующий Сказал Аминь